Туркменистан В Туркменистане начался дефицит основных продуктов питания, сообщает туркменская редакция «Радио Свободы» Азатлык. Сообщается, что в Майрийской и Ахалтской областях в ноябре в два раза подорожала мука, и граждане начали скупать ее, опасаясь дефицита. К началу декабря муки не хватало уже по всей стране. Жители регионов заказывают ее у своих родственников и знакомых, которые едут в столицу, пишет сайт радиостанции. В результате в нескольких областях страны стоимость дешевого хлеба выросла в полтора раза – с одного моната – 0,28 доллара США, до 1,4 – 1,5 моната. В Ашхабаде хлеб из качественной муки за две недели подорожал с двух монатов до трех с половиной. В государственных магазинах можно купить не более килограмма куриных окорочков в руки по цене 8 монатов – 2,3 доллара США. Без ограничений они продаются в частных торговых точках, где стоят 10 монатов. Также в Ашхабаде возник дефицит яиц. Их стоимость выросла на 50%. В ашхабадских госмагазинах яйца продают только взрослым и не более 30 яиц каждому. За торговлей следят полицейские. Они запрещают фотографировать очереди и не пускают в них подростков. Вдвое выросли цены на овощи, фрукты и кондитерские изделия, а также на детскую одежду. Подорожали все промышленные товары. На федеральном телевидении проблему дефицита не освещают и рассказывают об экономических успехах государства. На рынках и торговых центрах Таджикистана появились куклы в платьях из «Атласа». В январе глава «Таджикстандарта» Ибадулло Курбанион заявил, что за два месяца из продажи по всей республике изъято более 11 600 единиц якобы низкокачественных детских игрушек, в том числе и куклы в хиджабах. После очередного рейда «Таджикстандарта» нам посоветовали заказать китайским производителям куклы с национальными одеждами. Летом мы привезли несколько образцов кукол с национальными платьями, которые были проданы за считанные часы, говорит Саудат Даниёрова. Осенью на рынке появилась кукла Барби с хиджабом, однако власти порекомендовали ограничить ввоз в сторону куклы, одежда которой якобы чужда традициям таджиков. Напомним, что хиджаб и сатр, платок, завязанный спереди и прикрывающий грудь, в Таджикистане были объявлены чуждым национальным традициям и ценностям. «Всевышнего познают умом и поклоняются ему сердцем, а не одеянием, сатром, хиджабом, чалмой и бородой», заявил президент Имамали Рахмон, выступая на встрече с общественностью в честь 10-х годовщины принятия закона об упорядочении традиций и торжествия обрядов. Напомним, Нижняя палата парламента Таджикистана Маджилиси Намйон-Дагон 23 августа этого года внесла поправки в закон об упорядочении традиций и обрядов, которые обязывают граждан носить национальную одежду и в повседневной жизни, и на праздниках. Рахмон 19 декабря подписал указ о праздновании 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан, сообщает пресс-служба президента. Указ подписан якобы с целью развития национальных культурных ценностей. Рахмон установил правительству двухмесячный срок на создание организационного комитета и утверждение плана мероприятий по празднованию 30-летия государственной независимости, которое пройдет в 2021 году. Отметим, столь ранняя подготовка предвещает о грандиозном праздновании данного праздника и с колоссальными расходами из казны страны. Экономисты считают, что склонность Рахмона к проведению масштабных празднований в то время, когда Таджикистан является самой бедной страной в регионе, а экономическая ситуация в стране ухудшается с каждым днем, можно объяснить не только его тщеславием, но и попыткой режима отвлечения народа от насущных проблем, согласно формуле «хлеба и зрелищ». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok